Доброе утро! Продолжается наша программа, и я всегда знала, что уроженцы Молдовы, конечно, блистают в разных уголках мира. И вот один пример такой звездной яркости, и не в Молдове, а в Японии. У нас сегодня в гостях певица Виорика Лозов. Доброе утро, мы вам говорим. Доброе утро. Ваша карьера в Молдове неизвестна, но в Японии вы звезда, вашим творчеством интересуются, на ваши концерты приходят. Конечно, очень хочется об этом поговорить. В каком жанре вы работаете? Я пою латино-джаз, я пою джаз, я пою блюз. Ну, жанр, который проходит на ура, люди любят фан, конечно. Как так получилось, что вы, прожив очень долго в Молдове, вы здесь родились, я так понимаю, что до 18-19 лет это была ваша страна, оказались в Японии? Ну, просто я на конкурсной основе прошла, скажем так, прослушивание и два контракта, хороших контракта по работе в качестве певицы. Выиграв этот конкурс, я туда поехала, поработав, решила вернуться опять, потому что были уже другие предложения. И осталась навсегда. Ну, не было таких планов, конечно, просто так случилось, что я влюбилась, как все девочки в 19-20 лет, и уже осталась там навсегда. То есть сегодня это ваш дом, сегодня там ваша семья, да? Да, я там живу более 12 лет, я замужем, у меня сын, но я продолжаю петь, заниматься любимым делом. Расскажите, какими были ваши первые именно музыкальные шаги в Японии, как это было? Все достаточно просто и сложно, потому что очень было сложно понять, что им нравится. Оказывается, японцам нравится почти все, очень многое, скажем так. Но есть маленькая специфика, если, например, ты из Америки или ты из Европы, есть такая специфика, что вот ты должен знать всю музыку, обязательно всю музыку, которая как бы вот туда приходит в Японию. И были такие, я думала, ну не смогу, не то что барьер, но слишком много, вот востребованность такая, вот слишком много они хотят от тебя, они хотят, чтобы ты знал и латинскую музыку. Ну ты же чужой человек, ты не знаешь латинскую музыку? Ну знаю немножко латино, там, абразильский поешь, ну может быть. И вот так потихоньку репертер стал обрастать. Да, обрастать. И получилось, что я вот сейчас пою на семи языках, песен, конечно, уйма, жанр, конечно, огромный. Вот. Им нравится все. Они как дети, очень открытые, публика замечательная. То есть как они встречают, то есть они очень приветливые, да? Очень приветливые, да. Но в то же время они очень пунктуальны, во-первых. И важно, чтобы ты был очень креативным, открытым на сцене. Но в то же время, особенно для музыкантов, конечно, тяжеловато. Должен быть очень пунктуальным, никогда не опаздывать, значит, точно, что от тебя требует. Вот если эта песня, значит вот это. Никаких, скажем так, не фантазируй на сцене. Но все-таки, когда человек креативный, вот прорывает так, что хочется. Ну, есть люди, которые понимают, продюсеры, которые давно работают с иностранными музыкантами. Свобода все-таки на сцене очень важна. Но требовательность все-таки чувствуется, требовательность публики. Пунктуальность, пунктуальность требуется. Они очень любят. Вот если написано в программе вот такая песня, такая, такая, обязательно должно быть так. Никаких экспронтов, потому что этого не было. И ждали немножко другое. А всегда же получается, ну, даже если на репетициях ты идешь с одной программой, может что-то случиться. Ты никогда не известно, что случится прямо на сцене. Поэтому экспронты обычно не проходят. Ну, как не проходят? Им нравится, конечно, все, но для них это сюрприз. А сюрпризы в Японии не очень приветствуются, потому что нужно потом очень долго все объяснять. Вот это было так, вот это было так, а вот это было так. Ну, как дети, скажем так, вот такое мышление. Такие интересные тонкости. А в плане языка легко вам дался язык? Мне да, если честно. У меня есть очень много друзей, ну, русскоязычных друзей. Ну, и с Россией, конечно, с Украины, с разных уголков бывшего Советского Союза, много знакомых. Мне, если честно, ну, повезло, наверное. Я за три месяца уже смогла нормально общаться, не просто понимать, а изъясняться на японском. Это совсем другая, это большая разница, скажем так, понимать язык. И нужно, во-первых, если ты даже очень красиво скажешь по-японски, они обязательно будут переспрашивать, что. И многие из моих друзей, они пугаются, значит, неправильно сказал, больше не скажу. Буду молчать, и получается вот этот барьер, что трудно заговорить на улице или просто объяснить, что-нибудь, ответить на вопрос. А для меня не проблема, потому что, ну, наверное, музыкальный слух помог, я смогла сразу заговорить. Действительно, там же очень тонкости интонации, да, очень важны. На японском интонация важна, но не так. Очень важен вот именно багаж, скажем такой, вот именно словарный запас. Важно знать японский очень большой язык. Например, некоторые вещи можно сказать совсем по-другому, и не два-три раза, а пять-шесть вариантов. Поэтому важно знать много слов. Какие еще, мы немножечко отвлеклись от музыкальной, может быть, вашей деятельности, но все-таки очень интересно. Какие традиции, что вот вам там нравится, может быть, и чего не хватает того, что было здесь в Молдове? Люди очень внимательны друг к другу. Настолько внимательны, что иногда это уже, ну, как, не то, что задевает. Полюбись ближнего своего. Я вот действительно задумалась над этой фразой в Японии, потому что они настолько внимательны. Это не обязательно человек из семьи. Само собой из семьи. Ты полюбишь ближнего и будешь очень внимательным к всем из семьи, своим близким, родственникам. А вот именно человек, который идет по улице, который открывает тебе дверь, когда ты захочешь в супермаркет, или ты открываешь дверь перед человеком, который зайдет в супермаркет. Вот такие тонкости, милости, они очень вежливые. Даже вот в японском языке есть такие вот фразы, вот именно вежливости, да. Не только спасибо, до свидания, или, ну, приятно было с вами встретиться, но уйма, просто уйма. Иногда просто задумываешься, нужно было так сказать, а может, не хватило что-нибудь еще быть благодарнее. Ну, вот они очень на это сейчас немножко зациклены, но это не минус, это все-таки плюс, потому что общество позитивное, приятное, когда все с улыбкой, когда никто тебя не задевает плечом. Если задел, так он сразу начинает и кланяться, и извиняться сто раз. Сначала тебя это шокирует, вроде ничего такого страшного не произошло. А потом привыкаешь, и уже и ты такими же жестами отвечаешь, и просто ловишь себя на мысли, что общество действительно должно быть так, вот именно на таких основах, на вежливости и на вниманиях друг к другу. Вы изменились за это время, проведенное в Японии? Я думаю, что да. Мне многие из моих японских друзей говорят, ты больше японка, чем даже иностранка. А чем? Ну, не знаю, вот что-то с тобой не так. Вы очень много говорили сегодня о японском языке, но ведь мы сегодня и услышим, потому что вы с композиции. Да, я очень постараюсь. Что мы услышим сегодня в нашей утренней программе? Это будет песня, которая называется «Ай и Сан Сан» про любовь к людям, про любовь к миру, про любовь к жизни вообще-то. Из репертуара легендарной певицы японской, певицы Мисора Хибари. Одна из самых красивых, наверное, ее песен. Мне очень нравится эта композиция, я постараюсь спеть фрагмент. Что ж, мы с нетерпением ждем. После небольшой паузы сразу же обещанная композиция. Как же хорошо, что пауза была недолгая. Я напомню, что сегодня у нас в гостях певица Вярика Лоза, фураженка Молдовы, работающая уже очень много лет по профессии в Японии. И сейчас мы, конечно же, ждем ту самую обещанную композицию, сюрприз для наших телезрителей. Да, песня будет на японском, называется «Ай Сан Сан», как я уже говорила. Ну, прежде всего, у меня есть для вас подарок прямо с Японии, еще, как говорится, горяченький. Это японский зеленый чай. Очень традиционная вещь, вот. Особенно для девушек, потому что, как вы знаете, зеленый час, зеленый чай – это... Ну, чуть ли не секрет красоты, как говорят японцы, да? И сладости тоже японские, тоже на основе зеленого чая, от которых просто фигура остается прежде, даже лучше. Спасибо вам огромное. Я думаю, что нашей съемочной группе будет тяжело отработать эфир до конца, потому что всем не терпится попробовать, но это после эфира. А сейчас, конечно же, я приглашаю вас на импровизированную сцену, и там уже к нам присоединился ваш компаниатор. Да, представьте, пожалуйста. Николай Бодю, гитарист из Кишинева. Он, кстати, тоже был у меня в гостях в Японии. Тогда прошу вас на сцену. Я уверена, что наши телезрители заждались, потому как композиции на японском языке в нашем эфире звучат нечасто. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы движемся далее. Далее Артем Дрига, наш утренний корреспондент, выяснил, как выйти замуж за миллионера. Я думаю, самое время узнать подробности.